всем добрый вечер решила немножко с вами пообщаться перед ужином рассказать как у нас идут дела чем мы тут занимаемся он как вы слышите дети у меня там занимаются обычными детскими делами вредничают что тут происходит не не хотят сниматься привет не снимайтесь в общем сегодня мы кастрировали котика котик чувствует сейчас себя хорошо кастрировали на красной звезды 51 а и как-то вышло это дороговато кстати вот я хожу ищу котика на нигде его не нахожу сейчас я наверное сяду на диванчик кстати вот я тут повесила уже шторочки картины на стену хочу присящет на диванчик немного рассказать про котика в общем вышла кастрация на 2 700 почти на 3000 нам дали там еще вот такие капельки у него что-то с глазиком потом дали вот такие вот капельки для того чтобы профилактика в общем блока клешаев и всех таких кожных заболеваний которые встречаются и заводятся у домашних животных вот здесь вот написано комплексные капли блохи клещи глисты хотя он у нас глистогоне ну вот все таки он же теперь сельский житель поэтому есть вероятность что он нахватает блох и еще дали вот такую коробочку с кормом роял камин я не знаю сколько она стоит мы кормим простым вискосом но сказали что необходимо начинать сейчас кормить кастрировано кота этим формам потому что если кормить обычным вискосом или каким-то другим кормом то наш пельмень станет еще толще так сейчас я его поищу и вам покажу как он выглядит но тут идет сборка мебели комод уже собрали пора освобождать пора освобождать коробки сколько можно уже доставать вещи из коробок но все таки нужен еще будет какой-то шкаф все вещи не войдут благо что есть еще тахта кстати вот уголочек я покажу там далеко не буду заходить потому что висят вещи на сушилке как-то мне неудобно показывать свое белье так что уж извините а вот я и нашла пельменя он спит мертвым сном вот пельмешечка он спит под диваном ему наверное жарко потому что он еще плохо чувствует себя после операции в общем его яйки сейчас вернее место где было яйки выглядит как 2 пустых полосочки которые еще к тому же нужно обрабатывать каким-то антисептиком в общем нужно будет обрабатывать либо мироместином либо перекисью водорода если честно я первый раз такое слушаю потому что у меня раньше был код экзотической породы мы его также кастрировали и ему чем-то обработали какой-то мазью это выглядело как серебрянка но тем не менее кроме нее больше ничем обрабатывать было не нужно то есть один раз намазали все нашему пельменю нужно будет обрабатывать два раза в день на протяжении четырех-пяти дней плюс ему удали специальный ошейник чтобы он себя не вылизал но он и так себя не вылизывает и к тому же ошейник он себя стягивает я его пыталась закрепить там есть специальный ремешок ну как-то ему совершенно в нем некомфортно и кому же он оттуда вылез и я больше не стала делать попыток его снова застегнуть на шее кота так что вот чем еще сегодня занимались не хотела выйти во двор вернее мы выходили во двор на у нас были гости и не было у меня времени снять двор потом и снимать особо нечего он небольшой там нет практически никаких построек участок если я уже говорила ранее 9 соток сейчас все завалило снегом и там виднеются места где были грядки есть небольшой парничок в общем ничего интересного но дети сегодня погуляли им очень понравилось я тоже очень рада что наконец-таки есть место где можно погулять не опасаясь там собак бичей в общем свой двор это большой плюс летом конечно будет намного все интереснее красивее функциональнее но пока будем выходить чистить снег играть снежки хочу вам далее ну не далее в следующем видео все-таки сниму этот двор и немножко пройдусь по улице улочка небольшая она новая но знаете наверно может быть от силы домов 10 а может быть и меньше улица упирается в лес и там уже фундамент ну в общем это все увидите в следующем видео еще сегодня столкнулась с такой проблемой как приготовить обед на нашей новой плите ну как новые новые конечно же в кавычках мы ее купили как я говорила на авито как мне по фотографиям показалось что она в таком отличном состоянии но в реале все оказалось не так ездила забирать ее не я а муж ну если бы я ездил то я бы конечно не взяла я конечно понимаю что за 3000 не стоит ожидать чего-то но я рассчитывала на то что она хотя бы будет работать она работает очень слабо у нее рабочие только две комфорки вот это большая и вот это самая маленькая конечно видно что комфорки уже видели видели многое на своем веку и отработали много лет я сегодня пыталась сварить суп и второе тушила капусту супчик у меня был с вермишелька для детей и если честно я замучилась ждать пока что закипит вот эта комфорта которая самая такая вот должна быть удобная и самая первая комфорка большая она не работает но здесь комфорки нет предусмотрен это вообще не работает это работает слабо самая мощная это то дальние было очень неудобно одновременно ставить две кастрюли в общем плюс ко всему она выглядит конечно это плита вот так вся облезшая и вот что значит поговорка скупой платье дважды про духовку я вообще молчу тут все так довольно печально на фотографии все выглядело хорошо здесь как-то все куда-то завалилось в общем я не знаю что нибудь получится у меня тут запечь или может быть она и вообще не рабочая хотя в объявлении было написано что все работает все окей вот такая вот плита сейчас будем готовиться ко сну время 9 часов пора кормить мыть детей завтра в садик в общем до новых встреч всем пока пока